Ну что ж, Ариару, мои маленькие любители, покушьте, мы продолжаем играть в такую увлекательную игру Кассити Скайлайн. И не могу передать словами, как я рад приветствовать себя все-таки на удавшейся и запустившейся моей сессии, и просто прошлый мой мир, он успешно слетел. Это было связано с тем, что мод на 81 клетку очень некорректно у нас работал, и крашнул мой, в общем, весь сейв полностью. Ну а теперь, думаю, с этим проблем не будет, я тут поиграл за кадром, мне пришлось восстановить весь наш город, каким он был до этого, и также я занимался накоплением денег для того, чтобы накопить вот этот полностью остров, который у нас здесь облагораживается. Можно видеть то, что у нас тут немножечко дорога снеслась, это связано с тем, что у меня просто не хватает денег на дорогу, потому что я тут увидел огромную нашу проблему с городом, связанную с нашим мусором. Я, город, можете видеть то, что полностью остановился в нуля, но, в общем, кардинально в нем ничего не менял. У нас также есть здесь район, единственный наш, который находится в европейском стиле, но у нас сейчас большая проблема находится непосредственно вот в этом вот районе, а именно у нас проблема сейчас большая с переработкой мусоров. Но я не знаю как другого способа, как строить еще и наращивать количество наших утилизационных заводов. Несмотря на то, что я и, в принципе, увеличил количество мусоровозов, которые у нас здесь ездят, но я ничего с этим поделать не могу, потому что мы можем видеть, вон, количество мусоров, они сразу же забываются, буквально сразу же. Так, я вижу то, что у нас еще есть потребность по кладбищам, потому что кладбище я тоже всего одно построил, и где-то в очень далеком месте, пожалуй, вот здесь вот тоже кладбище одно разместить надо. И прежде чем начинать застройку вот этого города, во-первых, нужно восстановить в срочном порядке вот эту вот магистраль, которую здесь должна быть. Можете, кстати, видеть, здесь я вот начал уже выравнивание нашего города и выравнивание, то есть я взял самый высокий порог и начал выравнивать кистью. Все уперлось у нас опять-таки в тот момент, что мне просто банально не хватает на это все денег, но денежки подкопятся, они, в принципе, у нас быстро очень восстанавливаются. Вот эта вот дорога у нас будет вместо того, чтобы идти поперек города вокруг просто, опоясывать наш город. Заезд в город я пока не придумал, как будет. И мне хотелось бы проверить одну очень немаловажную деталь. Я могу здесь размещать пирс, давайте попробуем здесь разместить его. Он размещается здесь не очень корректно, то есть я возьму вот этот вот уровень, пожалуй, его буду уже заменять под весь остров. Да, как мы можем видеть, я вот сделал вот такую дорожечку и уже минус 6000. Да, этого будет очень небыстро. И все, мы можем наблюдать то, что наш город по велению пальцев превратился в идеальный город, без всяких косяков, без всяких проблем с дорогами. Ну, с дорогами, конечно, безусловно, проблемы есть, но я имею в виду то, что пропали у нас потребности по ритуальным услугам и по мусорным услугам, как бы это было не звучало. Кстати, я тут применил немножко другой метод построения домов. Я думаю, в этом городе будет примерно то же самое, поскольку у нас здесь буквой H находятся все дома. И благодаря у нас вот такой вот застройке, которую я сам выдумал, и у нас, благо, все пока идет хорошо, без особых пробок, у нас имеются вот такие вот небольшие набережные, где люди могут вот так вот переходить, и они идут большой толпой, где, если я сейчас найду, идут большой толпой, очень большой толпой, и ждут буквально на остановку. Кстати, надо посмотреть по остановке. 146 пассажиров, 128. Вот на этой остановке больше всего ждут народу. Ага, народу, короче, очень много ждут, а я ничего с этим поделать не могу. Потому что, если посмотрим по бюджету, у нас автобусы приносят очень большую убыль, поэтому, и, ребят, я и так работаю в минус себе, так что не вариант. Так, я сделал тут небольшую набережную такую, и хочу просто смотреть, вот эта вот набережная здесь станет? Нет, все равно пишет, слишком большая высота у нас. Я бы очень, на самом деле, был бы благодарен, если бы вы не посоветовали какую-нибудь модификацию, которая бы способна была бы убрать этот небольшой дефект, который, на самом деле, больше раздражает, чем приносит пользу. Какая мне сейчас в голову идея пришла? Вот этот вот весь район у нас занимается непосредственно производством. Для производства нужны товары и сырье. Товары и сырье, единственный способ получения им, это по нашим дорогам. А так как это вот единственная дорога, которая у нас общает наш город с внешним миром, а, соответственно, она очень будет перегружена всегда, я предлагаю сделать вот этому району отдельную развязку, непосредственно и только для нашего вот этого промышленного района. Долго я мысли высказывал, но, на самом деле, мысль очень простая. Нужно просто поставить вот такого типа развязку где-нибудь вот здесь, для того, чтобы разгрузить нашу основную развязку. Давай накопить денюжка. И всё. По идее, я сделал сообщение. Тут, по идее, надо будет сделать другую развязку. И вообще, по-хорошему, её надо будет как-то более красивейшую пустить. Но пока пусть остаётся это так. Так, а что это у нас торгаешься? Недостаточно топлива? Что? Какой я дурак. Из-за того, что у нас уголь кончается. Посмотрите на это. У нас уголь кончается. Из-за этого мы сейчас можем приседать, начать по электроэнергии. Так, вот эту вот угольную станцию я сношу. Какие у нас ещё способы добычи электроэнергии? У нас есть ГЭЦ. То есть, у нас мы можем поставить гидроэлектростанцию. Ого. Ага. Ага-ага-ага-ага. И теперь мне нужно, по идее, накопить всего 80 тысяч, для того, чтобы наша гидроэлектростанция начала успешно работать. Я очень надеюсь, что я правильно выбрал высоту. И сейчас мы накопим необходимые ресурсы, и у нас уже наша станция успешно построится. Я немножко шельская сила, но я думаю, это несущественно повлияет. И, по идее, у нас гидроэлектростанция наша встала. И сейчас мы можем поглядеть, всего 100 мегаватт электроэнергии в час. 140, что-то так как-то мало. Я думал, ты будешь приносить больше. Это из-за того, что, я так понимаю, течение у нас прекратилось. Да, течение из-за того, что, скорее всего, стало хуже, поэтому и высота довольно маленькая, да? К сожалению, это так. И, к сожалению, я так понимаю, эта река становится у нас невыгодной. Что ж, давайте я сношу тогда гидроэлектростанцию. Главное, чтобы сейчас всё не перелилось у нас. Может быть, в будущем я как-то по-другому размещу эту гидроэлектростанцию. Но пока, я думаю, это не рентабельно просто и буду в минус уходить. Так, но проблема с электроэнергией, тем не менее, у нас не убралась. Есть геотермалка. За ней уход 2 200, но выходит из неё 240. Хорошо. Мне это устраивает цена, и, пожалуй, мы её здесь разместим. И проблемы у нас с электроэнергией, пожалуй, на будущее упадут сразу же. Так, а вот эти вот уголь... Так, уголь я, пожалуй, одну оставлю, потому что для сообщения. И нефть, я, пожалуй, вот эти вот две, которые на станции здесь были, я просто выбираю за ненаданных. И можем посмотреть, из-за того, что мы повысили, скорее всего, пропускную способность наших дорог, наш район начал процветать, и проблем у него не стало меньше. Это меня не может не радовать. А теперь ждём накопления наших финансов для того, чтобы продолжать строить наш великий город. А вот на этой реке, мне кажется, было бы очень классно построить гидроэлектростанцию. Посмотрите просто, какая она мощная, какой мощный поток по сравнению с этой, какая она широкая. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Смотрите, ребят, какое большое загрязнение из-за этого всего. Ну, к сожалению, булочку нашу я поставить не могу, но, к сожалению, я ничего с этим поделать не могу. Мне очень печально это видеть, на самом деле, то, что наш город загрязняет настолько большое пространство. Ну, куда деваться, ребят, куда деваться? Кстати, что это такое у нас? Это у нас какая-то, посмотрите, станция на железной дороге, какие-то развязочки, прикольно как. И, оп, так, одну сторону я соединил, я понимаю, что немножко угловато, но это связано с тем, что вот эта вот дорога, которую я сейчас строю, она будет уйму раз переставляться, строиться и заново убираться, поэтому, как сейчас примерно её вариант выглядит, не очень меня и волнует. Главное, чтобы по ней могли машины передвигаться свободно. И последний штришок. Правильное направление восстановлено. По идее, вот этот обратный маршрут тоже должен быть работоспособным. Да, всё, люди ездят, замечательно. И осталось только работать над ландшафтом. Всё. Я сделал буквально ничего, а денег уже нет, замечательно. А, кстати, я забыл рассказать то, что я сделал вот здесь вот. По крайней, вдоль дороги у нас небольшой такой жилой район, но это временный район. Только потому, что мне не хватало количества людей для того, чтобы достигнуть результатов прошлой серии. Ну а после я обязательно сделаю здесь вот такую вот набережную, и тут всё будет хорошо. А-а-а, я понял, смотрите. Я сделал здесь вот такой же уровень, как и там. И... Вот это вот наша дорога, набережная. Вот это наша. Имеет вот такой вот аж перепад высот. Из-за этого, я так понимаю, она не может здесь находиться. Из-за того, что, скорее всего, у неё есть некое ограничение по самой высоте набережной. Вот она здесь. Ага. У меня есть тут два пути. Сделать всё под высоту этой набережной, где я могу размещать. Или забить. Потом найти какую-нибудь модификацию, которая сможет мне набережную размещать только где я захочу. И уже сделать, как будет выглядеть лучше. Пожалуй, я остановлюсь на втором варианте. И вот эту набережную, которую у меня здесь чудным образом поставилось, я снесу. На её вместе пока встанет вот этот вот наш полуостров с высотой. Чуть больше, чем нужно. И такую высоту я сделаю здесь. В частности, из-за того, что я боюсь всякого рода цунами. И если оно здесь начнётся, то будет очень плохо. Я думаю сделать его вот аж вот таким вот. То есть вот здесь вот где-нибудь... Так, у нас сейчас деньги накопятся. То есть я сделаю его более квадратным, что ли, вот таким вот. Более гнездовым. То есть вот это вот тоже мне придётся наращивать. Для того, чтобы было более удобнее мне размещать дороги. Перерыв между склейками я просто банально жду, потому что... А что ещё делать? Я не хочу вот эти вот районы вообще никакого трогать. Потому что здесь у меня достиг идеального баланса. Можно посмотреть, в частности, на наши потребности. То, что нашему городу ничего не нужно. И если я что-то начну здесь устраивать, достраивать и делать что-то другое, то, возможно, это неблагосклонно повлияет на всё остальное. Поэтому лучше я ничего этого трогать не буду. И просто буду заниматься нашим основным таким вот центром. Я принял решение временно не прекратить, но снизить финансирование наших городских автобусов, потому что они приносили уж слишком много убытков. И я пытаюсь тут что-то покрутить с финансами для получения наибольшей выгоды и для увеличения скорости строительства нашего нового района. Да, всё-таки ожидание это очень долгое занятие и затея. Но куда деваться? Куда деваться, народ? Это всё во благо. Это же сугубо ваш город. И создаю его сугубо для вас. И для того, чтобы вам было комфортно, я тут вот немножечко так страдаю. Всё для вас, всё как вы любите. Ну, примерно вот что-то уже начинает вырисовываться. Учитывая то, что у нас вот здесь вот незаконченная часть, то есть я хочу ещё её более нарастить. И вот здесь у нас тоже незаконченная часть. Но в остальном у нас уже практически ровная часть нашего будущего города. Я вот начинаю думать, что можно было бы оставить всё как есть, без перепадов, но мне кажется, что если у нас будет идеально ровный город, ну или с минимальными уклонениями, они безусловно будут, то это будет выглядеть более эстетично и более красиво. Можно было бы попробовать примерно набросать план города, который в будущем у нас здесь будет, хотя бы в плане дорог. Но это успеет. Мне осталось вот эту вот часть выровнять, и получится у нас такой вот небольшой овал. Насчёт промышленности, кстати. У нас здесь вот есть офигенный участок, где мы можем разместить просто поля идеально. И мне кажется, вот здесь вот по-любому встанут у нас поля. Как раз у нас тут есть небольшое депо. Прямо вот говорит, здесь строй, прям идеальное место для этого. И для экспорта товаров прям идеально подойдёт. И насчёт лесной промышленности я не уверен, но где-то у нас была. Вот у нас, да, кстати, есть тут уголь даже. Вот у нас здесь на островах есть уголь, и вот здесь у нас есть уголь. Но на острова у меня есть другие планы, и разместить там угольную промышленность было бы неплохо. Но создало бы кое-какие у нас неудобства. Но обязательно я там размещу, и есть даже... И даже, мне кажется, будет отдельная серия, посвящённая специально этому. Я, к сожалению, не учёл того, что у нас не хватает водопровода и реканализации, и с этим нужно что-то делать. Как минимум, придумывать более экологичный вид... И придумывать более экологичный способ сбрасывания отходов наших в воду. Ну, для этого, мне кажется... Хотя, если так посудить, на самом деле, вот эту вот воду можно легко очищать, поставив здесь парочку вот этих наших сборных мусоросборников. И очищать её можно будет просто на раз-два. Ага. Поэтому я беру вот эти вот вещи и переношу сюда. Вот в эту реку, мне кажется, идеально подойдёт плотина. Просто идеально. Посмотрите просто, какая она здесь широкая. Как здесь много воды. И вот здесь вот ты ставишь плотину, и тут река очень мощная и очень высокая. Поэтому здесь плотина войдёт просто бомбически. Я хочу вот эту вот клетку. Примерно вот такого вот у нас получается район. То есть это всё будет главная магистраль нашего города. Я не знаю пока, как лучше сделать, кольцевой или не кольцевой, но посмотрим. Посмотрим. Сейчас в процессе строительства я уверен, что это всё объяснится тысячу раз. О, мы достигли областного центра, несмотря на то, что я вроде ничего не строил. Ладно. Хорошо. Кстати, кстати, раз мы достигли областного центра, значит я покупаю вот эту клетку. Да, значит я размещаю здесь гидроэлектростанцию. Ребята, заживём. Вот, 1300 мегаватт. Всё. Ставим её здесь. Сейчас она начнёт нашу работу. Я пока дальше продолжу заниматься городом и вырисовываю здесь окрестности. Пока примерно получается нечто подобное. То есть планируется, что будут здесь вот такого типа дороги. То есть, как я и говорил, H-образные. Если вот эту вот палочку представить как одну, то это получается буквка H. Здесь вот у нас примерно небольшие промежутки. Нет, наоборот, здесь вот у нас маленькие промежутки. Главное, что вот между ними очень большие промежутки. Так, нужно разместить сейчас здесь вот монорельсы. И размещаю я здесь монорельсовые пути. Так, примерно получается в итоге примерно вот такое вот. Из минимума финансов я могу себе позволить только вот такого вот безобразия. Но выглядит, по-моему, это эстетичненько. То есть, у нас есть такой один H-образный перекрёсток, во-первых. И здесь у нас маленькая дорога. Я надеюсь, что это никак ни на что не повлияет. И нам её вполне хватит. Как показывает практик, этого вполне хватает. Можно посмотреть то, что в жилых районах это в принципе у нас вообще нету загруженности дорог. И если так у нас идёт дальше, то это очень даже замечательно. То есть, можем выглядеть то, что тут загруженности в принципе никакой нет. Тут большая часть людей. А значит, то, что нам этого должно хватить. Я думаю, не сделать весь район, а сделать вот такую вот маленькую часть. Только пока что маленькую часть. То есть, хотя бы два таких вот промежутка. Начать заселять их. А потом уже будем делать, посмотреть, как это дальше произойдёт. Так, кстати, а по электроэнергии, по дамбе, что у нас? Она тут набралась, замечательная. И она у нас 1300. 1300 мегаватт. А, что чертеть, ребята, это дофига. 1400. Живём. Живём, ребята, живём. Так, это надо соединить с чем-нибудь. Я думаю, эта дамба и будет питать наш город. Так, всё, второй участок я тоже у нас закончил. Теперь нужно придумать какой-нибудь сюда заезд. Впоследствии я, безусловно, буду сюда размещать пути. Но пока я хочу просто протестировать, как это всё будет у нас работать. Сука. Землетрясение. Вот надо было тебе случиться. Землетрясение ты, моё родименькое. Где ты? А, я не знаю, где ты, потому что у меня нету службы безопасности. Супер просто. Ну, кстати, не так много потрясло. Мне потрясло знатно, но снесло не так много, как могло бы. Так, ну я более-менее восстановился, как было. Надеюсь, это его больше не повторится. Так, насчёт развязочки. Я думаю, сделать вот здесь вот её. Давай, ещё чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Осталось. Ну, давай. Ес! Мы соединили всё. Это замечательно. Теперь мы можем, наконец-таки, это всё заселять. Ура! Бля, всё, опять переделываю что-то? Да ё-моё! Так, ну прежде чем переделывать, потому что я вижу, у нас есть потребление всё-таки по деловым зонам, давайте вот эту штуку запускаем с деловыми зонами. Так, и ес! Мы застроили. И получается у нас вот такая вот картина. Их, короче, здесь нечётное количество. Так, монорелисы я забыл провести. Сейчас проведу монорелисы и вернусь к вам. Не переключайте. Так, монорелисы я провёл. Замечательно. Теперь всё должно быть чики-пуки. У-у-у-у, чики-бамбони. Так, получается тут такая ситуация, то что их ровно пять... Ёбаная гроза! Ты чё же меня так пугаешь? Их получается здесь ровно пять штук. Значит, вот этот центральный у нас получается здесь немножечко не... Цельным. Я имею в виду то, что по нему будет большой трафик, скорее всего. Из-за того, что он здесь центральный, я планирую как-то его сделать. Ну, короче, он здесь центральный. Есть и уже хорошо. Я, пожалуй, даже сделаю вот так вот здесь. Раз он центральный, он должен как-то выделяться. У него получается вот такая вот ушка. И это похоже на самом деле на... Сковородку. Боже, что у меня с фантазией. Так, ладно. На самом деле здесь вот никаких участков не будет. И просто, на самом деле, я вот эту вот часть просто сношу полностью. К сожалению, да, человеков у нас поуменьшится в нашем городе. Но куда деваться, ребят? Куда деваться? Как я говорил, вот эта часть тоже у меня здесь временно была. Сугубо временно. Поэтому её тоже я сношу. Я надеюсь, что это очень сильно прям по человека ресурсам нашим не ударит. Но всё же. Временным вариантом я сделаю, пожалуй, знаете как? Я сделаю вот эту вот часть. Временно, временно. Хотя, может быть, и на постоянку. Я хочу, чтобы одна из них была сугубо под деловую зону, где люди могли работать. Но всю их подавать под рабочую зону определённо нет. У нас, как, наверное, и в прошлом городе, будет большая потребность по деловым зонам. И у нас здесь очень много места для того, чтобы её размещать. Пожалуй, и этим я займусь. Но не сейчас. Сейчас я хочу заняться размещением этих зон. Вот я и поэтому их размещаю. Пожалуй, даже вот эту вот всю часть можно отдать под деловую зону. Так, теперь с коммерцией у нас проблемы. Я думаю, вот это вот начать заполнять райончик. И по бокам, я думаю, сделать её коммерцией. Хотя нет. Коммерцию нужно делать вообще в отдельном месте, мне кажется. И вот это вот ухо отдать под коммерцией, мне кажется, будет очень даже здравым идеем. Я не знаю почему, но мне хочется называть вот эту часть нашего города ухом. Но, к сожалению, у нас не проведено электричество. Но как только оно здесь начнёт застраиваться, оно уже, к сожалению, начнёт здесь застраиваться. И сейчас оно будет ругаться на неподку электричества. Но мы делаем вот здесь вот таким вот образом. И электричество у нас по щелчку пальцев появляется. Замечательно, ребят. И заодно я, пожалуй, вот эту часть города, она будет у нас жилой же, правильно? Хотелось бы, чтобы большая часть этого города всё-таки была жилой. И, пожалуй, вот это вот я всё в данный момент размещаю под жилые места. Под жилую застройку. Даже вот так вот я сделаю. Может быть, я впоследствии разрешу им застраиваться вдоль этой монорельсовой дороги. Но пока нет. Спасибо, пока нет. Я допустил гигантскую ошибку, наверное. Да, я всё-таки, наверное, хотел здесь размещать не монорельсы, а трамваи. Скорее всего, да. И придётся, наверное, сейчас всё это переделывать. Но куда деваться сейчас. Так, и раз уж я разместил эти трамвайные пути. Так, давайте их реализовывать, пока есть возможность и время. Так, давайте их реализовывать. А реализуются они очень, на самом деле, просто. Просто нужно разместить здесь парочку остановок. Так, пока я пустил такой один глобальный круговой маршрут, я думаю, этого пока хватит. Ну, пока что. Мне кажется, им пока вообще никто и пользоваться не будет. Связано это скорее с тем, что просто банально некому это делать. Ну, а куда деваться, ребят? Куда деваться? И всё, у нас, по идее, трамвайные пути с дорогами соединены. Замечательно. И трамваи у нас выехали. Так, а также главный момент я забыл. Я хотел вот здесь вот, везде размещать вот такие вот дорожки. Чтобы люди могли без особых проблем передвигаться между отдельными районами. А, соответственно, без проблем особо попадать на трамвайные станции. Ну, всё, более-менее один маршрут такой проведённый. Замечательно, замечательно, ребят. Ой, как много у нас тут деловых зон построилось. Посмотрите на них. Так, я вижу, у нас потребность, в принципе, есть в наших бытовых таких вещах, как казалось бы, полиция. И, пожалуй, полицию я здесь размещу. Такую надо современное здание размещать. Так, пожалуй, и размещу такую просто полицию. Полицейский участок, думаю, один... Думаю, здесь вот одну штуку разместить. Вот здесь вот примерно хватит на большую часть. И вот здесь вот тоже разместить одну штуку. И хватит тоже на большую часть. Замечательно. Также необходимо будет разместить крематории в обязательном порядке. Пока этого хватит, но, в принципе, они очень дорогие, поэтому я не хочу их сейчас вставить в большее количество. И также нужно будет разместить здесь поликлинику. А также, пожалуй, размещу здесь, пожалуй, парочку наших пожарных станций. Всё, пока этого должно хватить на какой-то промежуток времени. Из чего у нас потребность в жилых районах? Да вы меня балуйте, ребят. И делаю здесь хоп, большой. Строитесь на здоровье. Вот. И начинается потихоньку застройка нашего нового городка. Надо только модифицировать один такой небольшой моментик. Про моментик я имею в виду, что необходимо нашему городу обеспечить работу, а именно деловыми зонами. Вот такого небольшого телепузика я здесь создал. Может показаться, что я делаю их на отъебись, хотя на самом деле так и есть, но это крайний временный вариант, потому что мне сейчас не особо хочется заниматься этим всем делом, потому что у нас есть более важные дела в плане размещения наших районов, которые размещать у нас должно быть в большем приоритете, нежели вот эти вот деловые зоны для наших работяг. Вот. Как-то так, да? Да, замечательно. И, пожалуй, мне кажется, этого хватит пока что на первое время. И если что, у нас есть куча еще мест, куда развиваться. Сделаю я подобного типа развязки, потому что они не требуют особых вложений и, в принципе, не создают больших пробок, особенно если учитывать тот факт, что это просто будет тупо за деловые зоны вот этот весь район. Так, потребность по жилым зданиям у нас никуда не удевается, поэтому мы их застраиваем. Не знаю, как вам, а мне больше нравится делать дома, нежели делать рабочие места. Как бы это было бы не парадоксально. Хотя я понимаю то, что с другой стороны рабочие места, они необходимы. Хотя я не разместил здесь образование, к своему сожалению. А также нужно будет, мне кажется, поставить высшую школу. Кстати, было бы неплохо, мне кажется, сместить вот эти все районы. У нас здесь есть такое место, где можно было бы идеально проложить вот такую дорожку. И, знаете, вот эти вот наши райончики посовместились бы между собой. Чем больше у нас будет пешеходных маршрутов всяких и возможностей нашим пешеходам путешествовать, тем меньше у нас будет пробок и разного рода мероприятий подобного типа. Сам сказал, сам не поверил, но сам офигел от того, что сказал. Ребят, ну вы не дебилы ли? Зачем здесь строиться, если вот есть куча мест, где вы можете построиться и у вас будет электроэнергия? Чего вы паритесь? Знаете, я, пожалуй, даже могу сделать как? Я могу сделать вот так и вот эту вот лампочку выключить. Ну, солнечную башню имеется в виду. По идее у нас электроэнергии хватает на все наши районы и все мы пытаются... И все мы, получается, все на... То есть вот эти вот два района наших пытаются сугубо от нашей дамбы. Что есть очень даже замечательно. И посмотрите, как она классно выглядит. Правда, речушка немножко обмельчала, но кому это волнует? Камон. Еще жилые места требуются замечательно. Замечательно. Но стройтесь, ребята, стройтесь. У вас куча жилых мест, где вы могли бы построиться банально. Так, вот так вот четыре клетки берем. Вот так вот. Хоп. И раз такая аж спянка пошла, мы еще делаем хоп. Вот так вот. Куча мест, ребята, где вы можете строиться. Стройтесь, пожалуйста, стройтесь. На остановке ждут люди, значит, им нужны все-таки трамваи. И мне кажется, это будет все оккупаться у нас сейчас. Ой, смотрите, сколько трамваев. Давайте еще я немножко позанимаюсь трамвайными путями. И размещу точно такой же маршрут, только в обратном направлении. Все, трамвайный маршрут один и трамвайный маршрут два. Это просто пути, которые направлены в разные стороны. А теперь мы снова ждем, когда наш город придет в экономическое равновесие. И у нас заживут люди с спокойной жизнью. Я смотрю, очень много людей активно пользуются трамваями. Мне это нравится. Мусор, 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 мусор. Кстати, проблему с мусором я забыл. Что здесь она может возникнуть. И что же с этим делать, с этой бедой, с мусором? Но есть вариант такой вот, слабенький вариант, правда, есть. Но мне очень не хочется загрязнять этот город. Но очень не хочется. Поэтому я сделаю вот таким вот образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Думаю, шести штук нам хватит. Здесь вот есть такая шоссейная дорога. О, центр региона, 17 тысяч, замечательно. Погоди-пока. То есть у нас здесь вот небольшое ответвление. В принципе, это будет загрязняться область. Но куда деваться, ребят, куда деваться? Было бы классно построить университеты. Университеты будет, пожалуй, два штука на весь район. На вот этот весь район. То есть на вот этот весь район, имею в виду. Осталось только доделать дорогу, которую я с успехом снес. Так и осталось разместить вот эти вот наши маленькие пешеходные дорожки, которые я посносил. Но куда деваться? Замечательно. Я проделал везде пешеходные дорожки. Теперь это выглядит более эстетично. Здесь пока, правда, у нас пешеходные дорожки с деревцами. Тут просто пешеходные дорожки. Но я думаю, потом я это исправлю. Просто в процессе строительства я об этом как-то подзабыл. Но куда деваться? Такого-то я забывчивый. Так, у нас еще куча возможностей размещать наши жилые зоны. Пожалуй, давайте ими займемся. То есть вот эту вот зону разместим как жилую. Вот эту вот разместим под коммерцию, потому что в ней тоже есть потребность. Ну и деловые зоны, раз они уже здесь все застроились, мы продолжим застраивать вот таким вот маршрутом. Так, чисто ради интереса, я хотел бы посмотреть, как у нас пользуются маршруты популярностью. 66 человек туда и 137 обратно. Ммм, неплохо. А по человекам у нас, в принципе, всех забирают. Это очень хорошо. У нас еще есть потребность в жилых зонах. Да, ты меня радуешь, город. Строим-строим жилые зоны, да? И напоследок, пожалуй, я здесь вот размещу парки, которые я, к сожалению, забываю постоянно разместить. Ну, как-то так примерно. С парками я разобрался хотя бы в одном районе. В этом районе тоже было бы неплохо разместить пару парков. А кто тут жалуется на высокий уровень шума? Горожане болеют. Здоровье. Ну, тут есть как бы поликлиника. Хорошо, давайте я построю... Вот здесь вот у нас есть улица, в принципе, где можно было бы разместить неплохо больницы всякие. И большие такие здания. Например, больницу я хочу разместить. Из больших зданий таких вот. И хотел бы разместить здесь большой полицейский участок. Главное по управлению полицей. Вот оно, более современное здание такое. И баз здесь разместить. Еще коммерция нуждается, люди. Люди нуждаются в коммерции. Давайте их заселим в коммерческие здания. То есть у нас еще вот куча мест, где можно разместить эту коммерцию. Посмотрите, как много просто людей пользуются вот этими маленькими, но все-таки очень эффективными дорожками. Прям вот целые толпы буквально ходят. Меня это не может радовать. Давайте я сейчас немножечко подожду, когда у нас устаканится примерно город. Решу все потребности, в принципе, нашего городка небольшого. И потихонечку будем закругляться и заканчивать на этом серию. Да, если бы не вот это вот место, где, в принципе, у нас все портит наше загрязнение, то было бы вообще шикарно. Мы можем построить мусоросборники. Это очень замечательно, ребята. Это очень замечательно. 50 тысяч, правда, каждый стоит. Но я думаю, хотя бы парочку я здесь размещу. Пока один, но потом будет больше. Я тут за кадром еще парочку маршрутов разместил. И можно видеть то, что первые два маршрута у нас пользуются популярностью. Но это связано, скорее, с ростом популяции нашего города. Это меня не может, соответственно, не раздавить. Эти два маршрута, которые я создал, они находятся у нас в черте города. И можно посмотреть то, что это вот раз маршрут и два маршрута. Третий маршрут, вот этот вот, который у нас здесь находится, я пока не совсем понимаю, с чем соединить и как его вообще здесь провести. И нужен ли он здесь вообще. Но, скорее всего, я сделаю его, типа, вот таким вот. Либо вот таким вот. Скорее всего, вот между этими и в две стороны я его и пущу. Это будет очень даже замечательно. Главное не переборщить с количеством трамваев и просто его отрегулировать это в будущем. Я тут немножечко еще позанимался вот этой вот штукой. Как я и хотел. Я разместил тут парочку мусоросборников, которые должны собирать у нас весь мусор. Но как-то они не особо его, если честно, собирают. Видимо, загрязнение очень сильно. И в следующей серии придется нам эффективно бороться с загрязнением. Ну а на этом я потихонечку буду заканчиваться. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной на протяжении всей этой серии. И я очень рад строить для вас этот маленький, но от этого не теряющий свое очарование городишко. Ну а на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok